Однажды в Джиганатхапуре, когда Господь Шитами после праздника принимал Прасад с преданными, он увидел, что напротив, неподалеку, так же нищие сидят и так же им предложили Прасад праздничный. Очень бедные, нищие люди, живущие почти на улице, без крови, и Господь Шитами увидел их, и вдруг поднял руки и сказал «Грибол!». Эти нищие люди так же закричали «Грибол!» и получили прямую. Прасад говорит, что Бхакти не обусловлено никакими материальными обстоятельствами, не рассматривает бедные человек или богатые, или какие-то другие материальные различия. И не видит. Это олицетворение Бхакти было через читание Махапрабху. Очень трудно увидеть Бхакти глазами или умом представить, но, говорится, это живет в сердце преданного, и можно это увидеть. По его поведению, настроению, это легко можно получить, называется, по милости. Как, например, нищие, заработать ему миллионы долларов не представляется возможным. Никогда такого невозможно, просто это недоступно. Но по милости, если кто-то просто даст ему эту сумму, он может стать богатым. И так вот эти нищие люди, Господь читает им, дал им все духовные богатства. А духовные богатства сопровождаются также материальными богатствами. Это происходит, естественно, само по себе уже. Сейчас люди забыли все духовные богатства, запутались в религии, сильно очень, сильно запутались. Святость очень сейчас покрыта различными неблагоприятными вещами, анардхами. И мы вчера говорили, что это вера. Начальная вера, она еще лишена возможностей хорошего общения. Человек может верить в Бога, но еще и не иметь хорошего общения. Также человек может верить в Бога, но не иметь правильной духовной практики, что делать, как молиться, как медитировать, что есть, что не есть, как регулировать жизнь, понятия не иметь. И также вера может сопровождаться покрытием неблагоприятных анард, материальных желаний. Как человек верит в Бога, живет как материалист, у него нет выхода. То есть Радха — это начальная ступень. Но нужно дать ей возможность развития, вот о чем речь идет, в науке Бхактии. Иначе очень сложный процесс религии. Бхага, вот видите, Кришна говорит Арджуне, если ты не подчинишь себе ум, для тебя будет духовная практика сущим адом, трудным, труднопределимым занятием, невыносимым занятием. Как есть люди, склонные к греху, и для них это невыносимо, не грешить. Не греши, но это невыносимо, жить как праведник просто невыносимо, невозможно представить себя в таком месте. Я хочу делать то, что я хочу, и все. Это анард. И сегодняшнее современное понятие религии именно таково, что человек без общения со святыми остается, не имеет представления правильной духовной практики, не знает, что такое религия, что такое безбожие, различить не может, он запутан. Он официально ориентируется, думает, вот храмы из какие-то, мечети или церкви, или вот такие храмы, как в Индии, наверное, там Бог, а где еще, куда идти? Но туда приходит, там тоже какие-то недостатки находит, и вообще не знает, что же такое религия, и зачем она нужна, эта религия. Сейчас сложная ситуация. Но наука заключается в том, чтобы предоставить условия, почву хорошую для развития бхакти, для этого семени веры, или бхакти лата биджа, начинается с веры, но на самом деле это бхакти лата биджа. Вера — это самое отдаленное представление о Боге, самое-самое-самое отдаленное, которое остается с нами как инстинкт. У каждого человека это есть в трудный момент времени или как-то еще, она пробуждается, эта вера в сверхъестественные силы, а взывание о помощи кому-то нечто. Это самое-самое отдаленное, отдаленное, отдаленное представление о религии. И недостаточно, конечно, веры. Теперь эту веру нужно культивировать, создать необходимые условия. Следующий шаг — это саду-санга. Это та почва, где можно взращивать росток веры дальше. Что такое саду-санга? Значит, общение. Общение с преданными, но тут имеется в виду, мы не можем общаться с садху на материальном уровне. Вот почему это недоступно для обычных людей. Есть святые, даже есть книги о святых, но даже когда они их читают, не очень все понимают. Например, Иисус сделал так, сказал так. А кто такой Иисус? Я не знаю. Ну, Он тут так говорил, так делал. Но Иисус и Божий говорят. Где его обитель, где он сейчас находится и вообще? Как это произошло, что кто-то послал его? Где его отношения? Я не знаю ничего об этом понятия. Саду-санга означает, что вы входите в круг святых, как слуга. То есть вы становитесь частью семьи. Как вы чувствуете близкого друга, как вы чувствуете сына, родственника, отца, мать. Вот это значит, что вы входите в этот круг. Это неофициальное вхождение. А внутренняя энергия – садата-кирта-янта-ман. То есть Кришна говорит, Бхага, вот видите, что эти великие преданные, они когда собираются, они прославляют меня, причем тушья, чарамантича сопровождается таким глубоким счастьем и умиротворением. Вот это вхождение. В кругу святых вы чувствуете, что вы у себя дома. Вы счастливы, умиротворены. Все, анардха не мешает вам. Вы принимаетесь в круг святых, как слуга, каждому может быть принят. Как святой, не сразу. Если мы сразу хотим как святой, на равных не получится. Они не заинтересованы, нет. Они себя не считают святыми. Если же, я тоже святой, я хочу с вами, когда мы не святые, что ты с нами? Вообще у нас столько недостатков. Ты веди к святым тогда куда-нибудь. То есть тут служение, они все слуги. И при помощи служения мы можем войти в этот круг, как бы почувствовать их мир внутренний. Вот это вот счастье, чем они живут там. Это санду-санга называется. Не тогда, когда предные занимаются праджалпой вместе. Это не санду-санга, нет, нет. Это как раз разговоры материальные могут быть препятствием во взаимоотношениях. Потому что такие разговоры материальные заканчиваются критикой и какими-то образованиями каких-то групп, моностроений, противодействующих друг другу критически. То есть как бы партии создаются какие-то. Одно дело в моностроении и служении разное, это хорошо. А вот партии, да, плохо. Это уже кальюга. Это противостояние. Это некоторая классовая борьба, так скажем. Антагонизм, еще говорят философы. Антагонистические группы появляются. Даже в духовной жизни, то есть даже в религиозном мире их так много сейчас антагонизма. Они друг друга обвиняют в ереси постоянно, что вы не правы, вы то исказили, тогда было не так все, а еще исторически можем доказать, что все давно искажено. Кто-то говорит, что вот мы знаем, где истина, а другие их тоже опровергают. И говорят, да, может быть вы и знаете, где истина больше, опровергаете, но у вас нет смирения, вы бунтуете, это тоже не духовно. Поэтому как? Мы не можем с вами общаться, даже если вы правду говорите, но у вас нет духовных качеств. И вот есть разные такие группировки, их много сейчас, разновидностей. Мы должны очень позаботиться о том, чтобы у нас не развивались такие группировки. Потому что была настоящая санду-сангар. Если уж такой критический пропадок, говорит, если вы вообще считаете, что все вокруг псевдопривданные, у всех есть недостатки, тогда хотя бы общайтесь с духовным учителем. В уме, в наставлении, сосредоточиться на этом, если не можете общаться с преданными, которые имеют еще недостатки. Если вы так критикуете, уже так чувствительны к недостаткам других, тогда медитируйте на Шилу Прабхупаду, на его книге, на призыве Прабхупады, на более возвышенный уровень, где легче будет. Это тоже допускается. Но не создавайте каких-то вот этих антагонистических групп, как бы внутри духовной санги. Потому что они становятся обе бесполезны, эти группы противодействующие. В духовном смысле, Прабхупады они становятся бесполезными. То есть, вражда, антагонизм, это не духовная позиция в принципе, это не вайшнавская, а вайшнав действует. То есть, тот, кто критикует, говорится, не вайшнав. Вайшнав не критикует. Тот, кто не критикует, это есть вайшнав. Тот, кто прославляет Кришну, это есть вайшнав. И видит его в сердце, когда даже услышит, что вот это вачна, вот так хорошо. Это мы слышим. Это мы все услышим от садху в служении. Садху мы сможем получить от них эти наставления злые. И тогда наша вера, она станет как бы действенной. Как бы верой без дела мертва. То есть без служения вера, она не развивается. Вот садху сам говорит, это начало служения. Я служу святым людям, служу духовному учителю, служу вачнам. Но у меня еще есть силы служить миру, проповедовать им так же. То есть служение – могучный фактор, видите. Для служения всегда есть место, всегда есть платформа. Если вы слуга, никто вас с этого места не сдвинет. Если вы господин, вас попросят когда-нибудь. Да, тут другой господин есть более важный, пожалуйста, подвиньтесь немножко. Тут все господа, так что знать, свечок служит сток. Или человек человеку волк. Тут бороться за место нужно. Но если вы слуга, совсем другое, другие отношения. И когда человек входит в круг святых, как бы как слуга и в служении, он естественным образом начинает делать то, что делают они. А что они делают? Баджана Крия. Они прославляют. Крия, значит, они творческая энергия, где его делают. А Баджана означает прославление. Они прославляют Кришну всем речью, умом, поступками. Они описывают его трансцендентные, безграничные качества. Они погружены вот в Кришну. Во все привлекающие. Вот это их любовь. Эта практика называется Баджана Крия. Они повторяют имена Кришны постоянно. Они читают книги о Кришне, обсуждают это. Они готовят пищу, предлагают Кришне, потом вместе принимают. И снова развивается сознание Кришны еще дальше. То есть садху живут так, чтобы постоянно приближаться к Богу вместе. И их связывает именно Кришна. У них отношения настолько глубокие и тесные, что не остается никакого недопонимания, как бы лицемерия. Они не двойственные становятся, как одно целое становятся. Это именно семья, чью-то Готра. Это Баджана Крия. И практика должна быть правильная, авторитетная. Согласно шастрам Шрути, Смрити, Пуранам, говорится. То есть Бхакти — это наука. Так же, как ученый ссылается на предыдущую традицию ученых, всегда делает ссылки. Если у него нет таких ссылок, то откуда ты это взял? Где традиция? Наука ли это вообще? Так же Бхакти, она описана подробно в священных писаниях. И преданы они ссылаются на эти вещи. Да, авторитетно становится. Такое Бхакти не беспокоит общество. И если мы на самом деле будем авторитетно практиковать, под руководством садху делать правильную Бхаджана Крию, она не беспокоит, говорит общество. Не вызывает противоречий в умах людей. Только, может быть, у демонов. Может быть так. Демон, в принципе, он отвергает существование Бога. Это другой вопрос. Сейчас мы не говорим. Мы говорим сейчас о людях простых, невинных, которые запутаны, просто не знают, как жить. У них не вызовет это противоречий. Бхаджана Крия, если она правильна, уже через несколько месяцев, может, раньше кто-то, вы почувствуете сильные перемены в сердце. Ну, на самом деле, в тот же день почувствуете. Но уже вот как бы трансформация произойдет. Немножко времени, полгода хотя бы. Хотя бы полгода практики пропадут. В начале движения через полгода практики уже давал посвящение. Тарсомрадо уже происходило. Потому что сад, оно правильное. То есть, лекарства принимаете, значит, через какой-то небольшой срок вы уже почувствуете себя здоровее, уже почувствуете прилив энтузиазма. Акти уже будете отражать, воспринимать. То есть, у вас будет способность появиться духовная определенная. И уже пропадывало посвящение. Полгода практики. У нас сейчас, может быть, больше. Сроки меняются. То есть, мы хотим, чтобы много очень желающих получить посвящение. Сейчас огромное количество преданных по всему миру желающих получить посвящение. И, то есть, поэтому сроки немножко у нас увеличиваются. Также образование добавляется к этому, чтобы, ну, стабильно преданные действия или после посвящения были уже обочины, подготовлены для этого. Баджана Крия. И вот тогда, тогда Анартва не врите. Это особый момент. Совершенно особый момент. Сердце становится как бы пустым к материальным вкусам. Вы почувствуете, даже знаете этот опыт. Что вот раньше вы хотели что-то взять и съесть. А сейчас смотрите и нечем. И вот нет ни рук у вас, ни желания, ни рот не раскрывается. Нет, нет энергии. Привычка память осталась, а энергии нет. И желания. Пусто. Пусто. Опустошение материального смысла слова. Анарта не врите. И с этим вы чувствуете не одиночество, а свободу большую. То есть как бы груз с плеч сваливается, понимаете? Потому что эти привычки, они действуют уникально, как майя действует. Например, алкоголик или курильщик. Вначале не могут испытывать какой-то острый вкус от этого, а потом он притупляется, и вкуса нет. Они сами говорят, нет вкуса, нет алкоголя. Только головная боль потом. Даже опьянения уже такого нет, острого. А вот эта привычка зависимость осталась. И как бы груз вот этой кармы, греха, который заставляет вас снова это делать, несмотря на то, что вы просто разрушаетесь на глазах у себя. Привращаетесь просто в какое-то животное, в какой-то комок боли, болезни. У вас ни семьи, ни работы не остаются, ни отношения, друзья странные. И вы должны все равно продолжать этот путь до конца, пока не погибнете. Эта карма, ядавит, вы уже не хотите. Этот груз нужно нести. Что вы заработали, это вы не можете спросить. И тут ганар, не врите. Пусто. Я свободен. И если в этом состоянии человек выберет Кришну снова, потому что вы же теперь свободны от многих вещей, можете снова начать материальную свою жизнь, заново как бы. Материальную. Но если начинаете, продолжаете служить Кришне с таким сердцем, вот тогда, тогда открывается этот вкус. Далее, может быть, подробно не описывается. Некоторые вещи даже нельзя описать, потому что это за пределом опыта. Как вы говорите, это словно называется самадхи. И как вы объясните, полное средоточение на Кришне. А что это за состояние? Как? Нельзя описать. Вы должны либо почувствовать, либо нет другого способа описать, воспринять это. И дальше идут Асакти, потом Пхавастхэй Пхава, потом Рага Анурага, потом Випхава, Вай Пхава. Не знаю, сейчас не поочередно назовусь, то, что в памяти всплывает у меня. Потом Према, еще Маха Пхава выше этого. Еще есть состояния такие, как Матайта, Снеха. То есть там много всяких тонкостей, оттенков этих настроений уже в духовной жизни. Их больше, чем то, что мы переживали в материальном. И некоторые слова Прхапада вообще не переводит даже, как Матайта. Это определенное состояние, которое Гопи ощущает в разлуке, насколько я помню. Но Прхапада, когда это слово попадается в санскрите, он дает ссылку, что нет возможности перевести на английский язык, потому что эквивалента не существует. Нет такого понятия, то есть в языках других. То, что в духовном мире, как мы читаем, например, в Среман-Багово, там описание райских планет, высших планет. И там подробно описывается флора. То есть цветы, растения, лианы, деревья, фруктовые. И там переселяются, какие фрукты, там просто названия даются. И вы видите, что многих названий на планете нашей не существует. Нет, их не растет такая культура здесь. Здесь что-то близкое тоже попадается, как апельсин, допустим, там, или манго, это есть. А еще есть другие вещи, которые не растут на этом уровне, не существуют. И также, как бы, для духовной жизни есть своя терминология. Но эту терминологию ввели те освобожденные души, которые уже вошли в эту атмосферу Бхакти. И они описывают эти градации. Для тех, кто туда должен потом, следом за ними, пойти тоже. Да, как Рупага сам это описывал. Все эти тонкости Бхакти. Но, интересный момент. Некоторые преданные, еще не развивши Радху, не очистив свою веру, еще не освободившись от Анарда должным образом, пытаются войти в эту терминологию именно. Они не чувствуют этих вещей, но термины есть. Как мы вчера объясняли, это слово Пхава. Пхава означает предательную любовь к Богу. Пхава означает всеохватывающая жизненная сила. Пхава означает рождение. Пхава означает влюбленность глубокая, поглощающая. И предный может на уровне ума подумать, о, да, 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 я понимаю. Я понимаю, о чем речь идет. Пхава. И вот он не понимает, что он на уровне ума это знает. Он не вошел в Пхаву. Он просто термин пытается, как бы, эквивалент в ум, запустить на основе материального опыта он еще действует. Потому что анардхи его еще держат в материальном сознании. И поэтому на основании анардхи, когда он принимает вот эту науку и пытается идти дальше по ступени вот этого чистого бахти, может случиться несчастье, говорится, если он имитирует этот уровень. Он может сильно-сильно пасть, деградировать. Как? Например, одна из вещей, которая может произойти здесь, скажет, о, мой гуру не говорит об этих уровнях мне. Даже когда я спрашиваю его, он мне постоянно говорит, сана на бахти, анардхи не говорит, и баджа на крия. Укрепи свою веру, очищай свое сердце. Но я чувствую, что я готов уже Пхаву воспринять. Я уже понимаю, что это такое. Он решает самостоятельно, независимо от духовного учителя. И как он это делает? Может быть, мне не слушать моего гуру, пойти к другому гуру, который говорит об этом. Такое нередко происходит, например, в Ауриндаване, где есть бабаджи, которые говорят на эти темы, как бы на темы освобожденной души. И некоторые вот так вот определенно привлекают с этим. И, как правило, психика их нарушается. Либо они отходят от искон, либо отходят от гуру. То есть под влияние попадают вот этих вещей, которые на уровне ума они еще воспринимают. Их преданность. Они теряют преданность. Отказываются от духовного учителя от нас. Они теряют преданность. Они не понимают, что они теряют главную вещь. Хорошо. Возможно, ваш гуру не дает то, что вы хотите. Не все дает то, что вы хотите. Может быть, где-то слушаете, и там нравится еще что-то получать. Но это не причина отвергать духовного учителя. Вы можете принять шикшу. С позволения дикши гуру. Дикши и шикши — это сложнейшая система проводников. Их много, может быть, шикша-гуру. Это сложнейшая система проводников, по которым протекает эта бахтия, как электричество в этой системе. Если вы хоть один проводник перережете, ничего не получите. То есть, а как же эту связь сохранять? Вот тут уже нужно ориентироваться преданностью гуру именно. И именно с этого начинается бахтия. Бахтия как таковое. Что мы должны быть благодарны гуру. Как пропады говорили, мой гуру, он спас меня. И он плакал, когда говорил это. Мой духовный учитель, он непростой человек. Он спас меня, пропады. И всегда у него слезы были на глазах. Если мы вспомним, что сделал для нас духовный учитель, мы тоже почувствуем это. Кто мог бы сделать что-то подобное? Нет, никто не мог. Кто мог бы меня вот так принять? Да я никому нужен не был, на самом деле. А он принял. К пропаде однажды подошел один хиппи. Грязный, несчастный. Бездомный хиппи. Отказался от всего. И как он сказал пропады? На самом деле от меня все отказались. И все родственники. Все, все, я все. Я никому не нужен в этом мире. Я молодой человек. С суицидальным настроением пришел. Я никому не нужен. Я отвергнут общество. Отвергнут семьей, друзьями. Все. Я никто, я хиппи. И пропад сказал, очень хорошо. Я тебя приму. Вот это духовный учитель. Какая причина принимать? Но говорит Ченаки Панит. Если вы видите золото, даже в испражнениях можете взять его. Вот если вы видите это, на самом деле у вас есть глаза такие, пхавы, любви. Если вы видите ценность духовную вот в этих людях, даже нечистых и так далее. Если можете поднять, можете взять. Но если мы видим только испражнения. Какая бхава? Какая према? Если мы видим еще недостатки, если мы еще критикуем, если мы еще сбиваемся в какие-то сектантские группы. То есть у нас еще есть и материальные наклонности, борьбы, критики и даже недобрых отношений элементы. Тогда мы не можем войти вот в эту область после уже Анардха Неврити. Начинается вот эта область как бы счастья определенного духовного, трансцендентного мира внутри человека. Огромного трансцендентного мира блаженства, который развивается шаг за шагом глубже, глубже, глубже и бесконечно. Этот океан, говорит, не кончается никогда. Что Кришна таков. И наша задача войти туда, перешагнуть через этот океан, критики океана, волны этой двойственности бесконечной, этот океан с материальным существованием, переплыть его, пересечь. И тот предный, который уже сводился от критики полностью, для него океан суживается до размера телячьего копытца лужица. Если нет желания критиковать, это несложно говорить. Поэтому есть Утама, Матхяма, конечно, критикуют. Матхяма критикуют конструктивно, как проповедник. Но Утама не критикуют вообще. Он уже не живет в материальном мире, ему не о чем критиковать. Для него все духовное. Куда он не посмотрит, он видит, везде слуги Кришны. Хоть Таракан ползет. О, слуга пошел служить. Смотрите, какая решимость, какая решимость, у него средоточенность. Он полностью средоточен на своей природе, на своей деятельности, не отклоняется. Но он Браманин. Он, может, не знает об этом, что он Браманин, но я-то вижу. Только полностью средоточен на этой йога, полная йога. Быть Тараканом не так просто. Нужно быть полностью средоточен на своей природе, видите. И каждый живой, если что, вот так вот строго следует всему и делает то, что он предписан, не отклоняясь ни на шаг никуда. Они все совершенно, он говорит. Вот только у меня проблемы, я не преданный. Я то думаю о Кришне, то забываю о Кришне. Какой я преданный? Матхавен Рапури так любил свое божество Гопала, что пошел искать для него сандаловую пасту, лучшую. Далеко, через границы. Это длинная история. Но вкратце он пошел искать другое царство. Он слышал, что в том храме есть особая сандаловая паста и еще. Там делают особый сладкий рис для Гопала. Рецепт какой-то особый. Он хотел попробовать этот сладкий рис, чтобы своему Гопалу готовить такой же. Ради этого он пустился в это трудное, опасное путешествие вообще. Чтобы своему божеству доставить удовольствие в итоге. И когда он вошел в храм, достиг его, он увидел это божество Гопала и увидел Пуджария, который нес эти горшочки с рисом, предлагать ему. Как раз те самые горшочки с рисом, тот самый рецепт с комфорой. И он посмотрел на один горшочек с рисом с желанием его попробовать. А потом понял, боже мой, что я сделал? Он же еще не предложен, этот рис. А я уже его пробовал в уме. Я совершил оскорбление. Мне вообще не место в храме перед Божеством. Я вообще тут, я завистик. Я не преданный. И он так смутился, так расстроился, что вообще храм покинул и ночевал на базарной площади под ласками ночью. На улице. Прямо на земле. В храме не остался. Я совершил аппарат к хундуму. И так или иначе, Пуджарий вечером божества уложил спать, делал ночные одежды, закрыл алтарь и лег в алтарный спать. И во сне допал, будет его. Сказал, там, на рыночной площади, там преданный мой, чистый преданный. Его зовут Матхавенджа. Вот я для него горшочек грица оставил, отнеси. Прямо сейчас. Пуджарий проснулся от этого сна. Такая явь. На самом деле. Я открыл алтарь, отодел одежду божества свисающую с него. Там точно горшочек грица как-то он не заметил. А остался один. Вообще не заметил. Все уже убрал чисто. Забыл. Ну, хорошо. Я пойду. Взял горшочек грица сладкого этого и пошел. Ночью, под впечатлением этого сна, на рыночной площади стал кричать. Кто тут Матхавенджа Пури? Кто тут? Есть такой Матхавенджа? Тебе гопинат, вернее, гопинат, шлет горшочек грица, передает. Попроси у меня. Я посыльный просто. А, это ты здесь? Вот это тебе. И ушел. Матхавенджа Пури танцовала как сумасшедшая всю ночь с этим горшочком. Он сделал этот сладкий рис вместе со слезами со своими. А горшочек глины разбил на части. И каждый кусочек завернул узелком в свою ткань одежды. И каждый день питался кусочком этой глины. Больше ничего не ел. Вот это Улта Матхикари называется. Он думает, что он не преданный. Остальные все преданы. Даже собака лучше меня, говорит Бахтюна Такур. Кришнадас, Квираж, Гасам, пишет, читая Ничьи Тамариту, и говорит, червь на возе лучше меня, а я хуже. Кто я такой вообще? Это Улта Матхикари. Так он видит, такими он. Для него все духовно, кроме него самого. Матхяма критикует. Как проповедник. Различает, что хорошо, что плохо. Для этого он принимает этот уровень ниже. Если он Утамый, должен проповедовать, он должен различать, что чисто, что нечисто, кто преданный, кто непреданный, кто демон, кто невинный, что такое божество и кто такой преданный. Да, как? Он в мире живет, миротворец. Потому что его проповедь умиротворяющая, разъясняющая суть. Ну, а, конечно, он не может мирно проповедовать, и он возбуждает умы. Он читает, допустим, книги и говорит, самое лучшее, самое чистое, это быть наиштика-брамачарем. О, вот в чем секрет, боже мой, понятно все. И начинает драться со всеми. Кто тут наиштика, кто не наиштика? Ты наиштика-брамачарий или не наиштика? Только наиштика может читать Шраманбхагава там. Тот, кто уже не был, уже не наиштика. Он уже может читать только на третьей песне. Я не знаю. То есть есть разные моменты, которые всплывают на этом уровне. Он пытается вот так все контролировать внешними какими-то правилами, регуляциями, оценками такими. И люди обижаются, люди начинают ссориться от такой проповеди. Асану используют как площадку для политических выступлений, каких-то проектов, для борьбы какой-то. Идеологической. Нет, нет. Представитель Вьясадева. Вьясадева записал все веды, а потом народу не сказал ему, напиши об играх Кришны, иначе твой труд не будет совершенным. Вот для этого существует Вьясасана. Чтобы говорить на эти темы, на темы трансцендентные, не касающиеся материи вообще. И вот тут важно не запутаться, важно руководство, потому что этот росток Бхакти мог заглушить сорняки, Господь Читания говорит. Господь Читания не говорил подробно о Махапхаве, которую он испытывал, не описывал ее словами. Он просто был в ней. Этого достаточно, чтобы другие могли почувствовать, что такое Махапхава. Те, кто видел Махапхаву, или касался его, или он касался кого-то, они понимали, что такое Махапхава. Без описания, потому что нет таких описаний. Не существует. Хоть термины есть, описаний нет. И Господь Читания говорит только об одном. Посадите бережно в сердце эту Бхакти-Латабиджу, росток преданного служения, а затем станьте садовником всю свою жизнь. Даже если вы, как кажется, что достигли премы, не останавливайтесь, будьте бдительным. Не позволяйте взращивать анардхи. Потому что даже до уровня премы есть возможность совершить ошибку, аппаратху, оскорбление. То есть на протяжении всего этого пути нужно быть внимательным садовником, потому что эта культура растет, и на этой почве тоже хорошо растут сорняки. Их нужно вовремя выдергивать. Главный сорняк — это вожделение. Различные его формы, которые могут выглядеть очень похожи на Бхакти также. Вот тут мы должны уже применить науку, самосознание, хорошую практику, садану, внимательную джапу, чтобы всегда различать, что есть Бхакти, что не есть Бхакти внутри себя. Такой человек становится очень серьезный, сосредоточенный внутри. Это уже йога. Это и есть Бхакти-йога. И говорится, что если вы хотите понять, описать кому-то абсолютную истину, если вас кто-то просит, опишите мне, кто такой Бог. Вы должны сначала заняться Бхакти-йогой, а потом вы опишите. Через Бхакти-йогу вы сможете получить эти знания. Через Бхакти-йогу вы получаете любые знания, какие хотите. Смотря на чем вы сосредоточены, что вы хотите. Повторяйте мантру, но вы же что-то хотите, вот это и вы получаете. Куда вы не направите своего желания и внимания, мантра поведет вас туда. Именно туда. Кришна поведет туда. При помощи мантры можете любые формы знаний обрести. Мистические знания можете, любую гьяну обрести, недоступные чувственные спрятки знаний можете обрести, трансцендентный опыт можете получить. Можно даже непосредственно увидеть Кришну в его форму с флейтой. В звуке имени, святого имени, все есть, говорится. Все энергии Кришны и сам Кришна присутствуют вот там, там, где, говорит, царь, там есть и царство, и подданные, все, в имени Кришны есть все. В этом секрет. И Господь читает, что теперь просто нужно стать садовником. Когда воспеваете святые имена, избегайте оскорблений при воспевании. Вот это наша главная будет работа. Вот на этом нужно сосредоточиться, на очищении сердца. А все остальное придет само по себе. Не нужно придеременно сбегать вперед, так же, как правопад. Говорит, Шриман Бхагавата, мне читайте с десятой песни. С первой песни читайте. Последовательно, одна за другую. Он составлен должным образом. Потому что последняя песня описывает уже Нритя Лилу или Матуря Лилу. Это высшее, совершенно, высшее, как бы, высшее во всех мира, говорит, это высшее Пхава, высшее настроение. Выше этого не бывает явления нигде, ни в духовном, ни в материальном мире. Это вершина. Это раса-танец Кришны с Гопи. Бесконечный раса-танец. Бесконечного времени и пространства, говорится. Он не прекращается никогда. Эта лила проходит только в духовном мире в полной степени. Здесь очень сложно понять раса-танец, потому что, когда в Пхавово-Вриндаване, в этом Вриндаване, Кришна танцевал, когда приходил на планету с Гопи раса-танец, они танцевали ночь. Но Ачария, говорят, это не была земная ночь. Это же раса-танец. Земная ночь, это... Это ничто. Если вы кого-то любите, вы не замечаете часов. Просто сидите, смотрите друг на друга, разговариваете. Вы не замечаете, какое уходит время, даже не спите, не едите, ничего не хотите. Не замечаете ни времени, ни пространства, ничего. Это состояние поглощает вас. И если мы говорим, что это лила с Кришной, она превосходит все и вся, то как же можно одну ночь танцевать? Всего. Раса-лила. Нет, Ачария говорит, это была ночь Брамы. И очень трудно понять, очень сложный момент, как это совместить с нашим измерением времени и пространством. Но Кришна, Он повелевает времени и пространством. Ачария говорит, это происходила ночь Брамы. Внешне казалось, что всего лишь ночь, земная ночь прошла. Но эта ночь Брамы пролетела для Гопи как мгновение. Они были очень разочарованы, когда наступило утро. Они могли себе представить, как прервается, как прервать теперь этот танец. Как это возможно вообще? И даже и мгновение невозможно оторвать чувства от Кришны и ум от Кришны. Гопи настолько, настолько ошеломлены этим, что начинают говорить такие вещи. Кто создал эти глаза? Что это за глаза такие? Они о своих глазах говорят. Это Брама. Брама творец вселенной. Творец вселенной. Да он материалист. Он не духовный, потому что если бы он не был бы материалистом, если бы он понимал, что такое любовь к Богу, а он бы такие глаза мигающие бы не мог создать. Потому что в это время, когда вы мигаете, вы Кришну-то не видите. Это же трудно перенести. Можете представить, какая острота, что значит духовное восприятие, духовные чувства, духовный разум. Когда вот такая привязанность к Кришне, Маттайта, не описывается это понятие. Это одно состояние разлуки. Радхарани говорит, одно мгновение, Господь Читания говорит, одно мгновение, это 12 лет. Нужно ждать. Одно мгновение с тобой в разлуке, это 12 лет. Поэтому она так тяжело дышит разгорание. Мне кажется, что она должна умереть, по идее, но она не умирает. Вообще непонятно, как можно жить в таком состоянии. Да? Так рассуждают жители Вриндавана. Какая же и сильная привязанность этой души к телу оказывается, что даже вот в такой разлуке с Кришной, когда мы не можем жить, все-таки продолжаем сохранять жизнь. Какая материальная привязанность? У меня мы так привязаны. Господь Читания сказал однажды своим последователям, у меня нет ни капли любви к Кришне. Если бы у меня была любовь к Кришне, я бы уже здесь не жил, я бы давно бы умер. Но я же жив. Это доказывает, что нет любви у меня к Кришне. Вы же не можете здесь долго жить в этом мире с такой любовью к Кришне. Разве вы захотите здесь жить в этом мире опустошения? Это настроение вот там очень далеко. Это очень-очень далеко. То есть в духовных мирах люди живут, они с Богом общаются непрерывно. И как же, как же вот раскрыть Кришну? Ни книги, ни философия, ни домыслы, никакие аскезы, никакие практики не помогают нам познать Кришну, кроме того, чтобы обрести Его как друга или как сына, или как возлюбленного, или как вечного своего хозяина служить Ему. Вот в этих отношениях это единственный способ познать Кришну. Бхактия, мам, Абиджанати. То есть познать Бога можно только при помощи Бхакти, говорится. Бхактия, она говорит, это мой сын, или это мой возлюбленный любовник, или это мой друг, или это мой вечный отец. Да, дети у Кришны были в дворахе. По 10 сыновей от каждой царицы, 16108 на 10. Такое количество сыновей было у него. И из каждого ребенка он знал лично, он верховный отец, они были его дети, это раса служения. Я его слуга, отец мой господин, это раса служения. А есть раса дружеская, где они равно общаются, друг с другом, играют, шутят, борются. А есть покровительственная раса, где преданный себя считает выше из любви, чтобы защищать, заботиться, покровительствовать, это родительская раса. И есть раса супружеская, вмещающая все остальные, и не описывается логически никаким образом. Супружеская. Раса с Богом. И говорится, вот таким через эти расы можно познать, кто такой Бог. То есть у него есть вкус. Не просто внешние черты, у него есть вкус, вот этот вкус и есть его суть. Раса радж, говорят о Боге. Он царь вкусов. Или го винда, он источник чувств. Поверитель чувств. Наше чувство, продолжение его чувств. Если мы чувства очистим свои, мы сможем эти чувствами воспринимать Бога. И глазами, и ушами, и всем остальным. Но для этого нужно очищение. Поэтому главный момент в предании Кришне это сначала пройти путь очищения. И не то, что сначала, постоянно нужно следить за этим. Чтобы в сердце не произрастали анарт. Если мы выдергиваем несколько анарт, кажется, что все чисто. Отойдете на секунду, возвращаетесь, опять лес. Огород есть у кого-то? Вот таким образом вы всегда видите, как анартия, они там из земли, там семена остаются. Верно же? И вот когда према уже приходит, вышивает эту любовь, према, тогда сравнится с потоком, заливающим эту землю, все эти семена. И семена не могут прорасти, когда они залиты водой, они погибают. А до этого момента нам всегда придется трудиться, сохраняя чистоту сердца и ума. Например, мы взращиваем бахти. А как появляется рядом сорняк? Очень просто. Мы смотрим, о, был такой, остался, о, какой. Смотрите-ка, уже даже бутоны появились, мне появляется гордость. Это и есть практически начало. Это анартка уже. Видите, какой у меня бахти. Только посмотрите. Видели? Как соседи купили диван когда-то давно. Нет, не купили, а били его новой тканью. 60-е годы еще я помню. И всех соседей пригласили посмотреть, какой у них стал диван. Я тоже прибежал, после того, какой там диван. Я не видел, какой он был. Вот обитый диван все ахнули. Боже мой, как новый. И хозяева были гордые. И когда они гордились, то некоторые гости завидовали, что это у них обитый диван. Вот когда вот это признак такой, один из признаков, что завистники появляются. Слишком много появляется завистников, потому что анартка у меня в сердце, что-то ложное. Они не доверяют мне, а завистник не доверяет мне. Он говорит, бахти, но я не вижу там бахти, я вижу там анартку также еще рядом. А он гордится, что это бахти. И вот такие вещи тоже есть. Мы сегодня прочитаем, немного почитаю, тут Балдива Тепхушина по поводу вчерашнего стиха Ман Мана Пхав Ман Бхакто. То есть он дает некоторые здесь свои комментарии тоже. Кришна как бы говорит, тот, кто предан царю, слуга царя, не является истинно преданным царя. Так Кришна говорит, это есть слуги царя, но они не истинные слуги. Почему? Который полностью отражает себя с заботой о нуждах царя, потому что помимо посвящения себя царю, он также посвящает себя своей жене и другому, и другому всякому. Понимаете, о чем речь идет? Я слуга царя. Нет, это не полное представление о служении. Не полный слуга. Нельзя его считать полностью слугой. Что он еще заботится о себе и о своей семье отдельно от царя. Но ты не должен быть таким, Арджуна. Ты должен быть моим преданным, кто посвящает себя мне каждое мгновение ман мана бхава мад бахта. Твой ум должен быть погружен в мысли обо мне непрерывно, как не прерывается густой поток меда, льющийся из банки. Погрузи свой ум в мысли обо мне, в ассу деви, с цветом тела голубого лотоса, осознавая, что я твой господин и даритель высочайшего блага. Затем поклоняйся мне, погрузись в поклонение моей форме, самого дорогого объекта поклонения, обладающий такими замечательными качествами. Предлагаю свое почтение моей восхитительной форме с глубочайшей премой. Предложив мне свой ум и тело атманам юкта, прими прибежище во мне одно мат парайана. Так ты придешь ко мне. Вот тут Кришна говорит, как нужно предаваться ему, быть его преданным. То есть непрерывное служение, он говорит, непрерывное. Не то, что ты служишь, потом ты идешь, занимаешься своими делами, для себя что-то делаешь. Это мишра-бхакти, это не значит, что ты слуга Бога. Ты служишь себе на самом деле, ты берешь что-то, выгоду, извлекаешь служение Бога, потом заботишь о своей семье на самом деле, ты о себе беспокоишься или о своей стране. Но Кришна говорит, об этом не нужно беспокоиться, это не твоя страна, не твоя семья, это моя семья, моя страна, мне все принадлежит. Должен осознать, что только мне нужно поклоняться. Не отделяй от меня ничего, ни свою семью, ни себя, ни свою страну, потому что я обо всем этом заботюсь, ты позаботишься не сможешь. То есть только обо мне думай. Полностью, непрерывно, как вот Людка из банки, непрерывно, видите, вот он так текучий такой, текучий, его трудно прерывать, если воду вы можете прерывать, мед нет. Как бы течет, продолжает вытекать. Вот так твой ум должен быть таким, он говорит. Как, Рупа говорит, что можно помнить Кришну при всех этих материальных обязанностях, заботах, как постоянно будет в сознании Кришны. Он перевел пример в Индии, что женщина в Индии несет на голове иногда большой груз, там нужно быть эквилибристом вообще, чтобы такое делать. Мы видели, какие они грузы, корзины там много, еще горшков, столько всего, и женщина идет по улице с этим. Сразу западные люди фотографируют это, потому что это как цирк какой-то, аттракцион. Для них это привычное явление, для мужчины тоже так делают, потрясающие вещи носят на головах. Фейверки целые какие-то из посуды. И при этом она идет разговаривает еще с подругами, куда-то что-то еще делает, но она помнит, что у нее на голове. Также говорит, можно помнить Кришну. Что бы вы ни делали, то вы можете помнить Кришну. Сознание Кришны можно иметь. И здесь Кришна об этом говорит, разъясняет Арджуни, что не будь таким, как слуга царя, который на самом деле обманывает царя, строго говоря. И И так же Господь говорит, отдай мне все свои чувства, слух, речь и так далее. Он что, станем им глухим и так далее? Нет, он не глух и не слеп. Нет. Отдай мне. Что означает? Например, пропад говорит, ребенок находит на улице 500 долларов пятилетий. Он даже не знает истинную ценность. Он видит, что это деньги, но не понимает, что это за деньги. И думает, поду, куплю мороженое. И 500 долларов дает. И мороженое говорит, о, я тебе даже могу три порции бездачи дать. Ребенок так радуется. О, три порции, я нашел, как мне повезло. И 500 долларов отдает за три порции мороженого. Ведь ребенка легко обмануть. и глаза, если мы не отдаем их Кришне, нас легко обманывают. Они говорят, о, какая женщина. Я ее дам ей полжизни, я буду счастлив. А что в итоге вы получаете? Харе Кришна. Лучше мне стать Харе Кришной было сразу же, чем вступать в такие отношения. Так случается. Так же с ухом ухом может обмануть, голос, как у кукушки и так далее. Разные примеры есть. И обоняние может обмануть. Кришна говорит, отдай мне пятьсот долларов твоему отцу, и я-то их использую для тебя в лучшем, в самом наилучшем образом. И твои глаза, и твои уши, они не будут обмануты. Дай мне твой слух, дай мне твои глаза. потому что именно мы это у Кришны забрали. Его чувства это наше чувство, потому что мы способностями от Него используем для себя, не для Него. Так он говорит, такие невероятные вещи, отдай мне, слух, речь. Если ты будешь говорить о Кришне, время не будет властвовать над тобой. Если ты будешь говорить о себе, о себе, о других, змея времени проглотит тебя, как лягушу квакающую. Поэтому квак у нее она тебя и найдет. Она уже вышла, квак, вот она лягушка, вот она какая большая, эти какого, какой размер. Она слышит, вот это подходит мне, эта пища, и вот, все, поговорили, называется. Все кончено. Но если вы говорите о Кришне, вы входите постепенно в бессмертие. «Отдай мне свое тело», Кришна говорит то же самое, «простираясь передо мной в поклоне». Так вот, тело мы приучаем служить Кришне. «Предлагай мне почтение, касаясь земли, восьми частями тела или пятью для женщин». Женщины кланяются так, мужчины так могут кланяться. Дандавад. Женщины так кланяются. Мужчины так, может восемь частей, пять частей. И тогда Господь говорит, «Мам, ты непременно достигнешь меня». Значит, что совершаете четыре видодействия умом, размышляя обо мне, чувствами служа мне, объектами чувств, поклоняясь мне и телом выражая мне почтение. Либо совершай даже что-то одно из них. Так ты непременно достигнешь меня. И Баладев Япушина говорит, «Ты достигнешь меня, Кришна, обладающего прекрасной формы, цвета голубого лотоса, сына деваки, того, кто любит тебя больше всех. Ты достигнешь меня не вселенскую форму с тысячами голов, не форму параматма, разберусь большой палец, не нарисимху, не бараху». И он говорит, «Я обещаю, что ты придешь ко мне». Кришна дает обещание. Знаете, что Арджуна думает? Арджуна отвечает, «Жители Матхуры то и делу дают обещание, а сами не могут их выполнить». Примечание. Здесь Арджуна намекает на Кришну, который пообещал вернуться во врач. Он же из Матхуры, Кришна сам. «Как же мне поверить тебе, Кришне? Ты же из Матхуры». Не только Матхура, это вот есть в природе Индии. Наверное, кто был не раз, он сталкивался с этим. Они наобещают, наобещают, не из плохих побуждений. Нет. Из любви они это делают. Они согласны всегда, что они хотят, соглашаются. Потом вы приходите, ничего не сделано. Он просто из любви это сделал. Он думает, что вы понимаете, просто это пхава такая у него. Понятно, что это невозможно сделать, но он говорит, все сделаю для тебя. Вот это тоже сделаю. Приходи, все будет. Конечно, готов. Но это из любви делается. Это Матхура, потому что. Они так любят друг друга, что обещают, обещают и знают, что никто никогда этого не сделает. Но это не что-то предосудительное для жителей Матхуры. И вот Аджуна говорит, что ты тоже наобещал сейчас таких вещей невероятных, что просто поклонившись тебе, я приду к тебе. Просто думай, я приду к тебе. Но в Матхуре все так говорят. И никто так не делает. Что Кришна ответит? Интересно. В ответ Верховный Господь говорит, да, это так. Но я даю свое обещание, прати Джане, потому что ты очень дорог мне. Близких и дорогих людей никто не обманывает, даже жителей Матхуры. Они все равно это сделают, просто не сразу. Потому что, дорогие у человека, вы не можете обманывать всегда. Вы все равно это сделаете для него. Конечно, если человек не близок к вам, ему пообещайте из любви, а потом не встретитесь просто, и у вас времени не будет это сделать. Да, но с близкими людьми это невозможно. Все равно вы это сделаете для близкого человека. Это невозможно обмануть близкого. Матхурянин не обманет близкого человека. На самом деле есть любовь. И он убеждает Аджуну, ты мне очень дорог, ты близок, поэтому мое обещание исполнится. А потом Кришна говорит самую потрясающую вещь. Вот этот стих из 12.66. Оставь все другие религии и вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков, всех ошибок. Не страшись ничего. Тебе не нужно будет ни покаяния, ни очистительные процессы никакие. Я тебя сам буду очищать. Лично. Ничего не нужно будет. Просто оставь все ради меня и будешь под моей защитой. И здесь Парупада говорит интересную вещь. Господь описал различные виды знаний о Боговодите, процессе религии, знания Брамана, Праматмы, знания о различных социальных группах и укладах общественной жизни, знания жизни в отречении, знания об отрешенности, владении чувствами, умом, медитации и многом другом. Он написал множество различных видов религии. Теперь, подводя итог содержания Бхагавадгиты, Господь говорит, что Арджуна должен отказаться от всех объясненных ему способов и просто вручить себя Кришне. Так он избавится от всех последствий и греховных поступков, ибо Сам Господь обещает оберегать его. То есть некоторые люди думают, сначала мне нужно очиститься, а потом обратиться к Кришне. То есть прибегнуть к какой-то религиозной практике. А Кришна говорит, нет, все можешь оставить. Я могу тебя сам очистить. Я и есть изначальная религия, Кришна говорит. Арджуна. Не отделяя от меня это все. Я и есть эти религиозные системы. Если ты предаешься мне, ты получаешь плоды и результаты всех религиозных систем. В седьмой главе говорится, что только тот, кто полностью освободился от последствий своих греховных поступков, седьмая глава, может обратиться к поклонению Господу Кришне. Мы упоминали это. То есть пока мы не освободились от грехов прошлых, трудно предаться Кришне и обратиться к поклонению Кришне. Таким образом, можно подумать, что не будучи свободным от всех греховных последствий, человек не может вступить на путь преданного служения. Чтобы рассеять подобные сомнения, здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, при этом на служении Господу Кришне очистит его само по себе. Поэтому для многих из нас, для большинства, именно это очистительный процесс Бхакти-йога. Кришна еще нам не друг и не сын и не любовник. Нет. Кришна для сверховного Господа, пока отдаленный, вот этот могущественный Вайшварий, недоступный. Кришна не такой. Но для нас пока он так выглядит. Кришна близкий, сфлеет, танцует, играет, дружит, увлекает любовью, играми. Но мы поклоняемся ему как на районе, то есть как процесс очищения. Мы кланяемся ему как к его могуществу, его силе, его знанию, его славе, его отречению, этим достоянием его окружают. Мы понимаем, что Бог велик. Пытаемся углубить это здание. Насколько же он велик, дух захватывает на самом деле. Когда наблюдая это творение, просто анализируем и видим, как велик этот разум, сверхмогущество. пропага говорит, это тоже есть в бхакти-йоге, в Кришне. В Кришне есть на районе тоже. Мы ошибку не совершаем. И это очищает нас. Мы постепенно становимся меньше, 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 меньше в самооценке. Начинаем понимать, что мы очень маленькие, а Кришна безграничные. И для этого мы принимаем поклонение в Айшваре. А во Вриндаване никто не видит в нем Нарайну. Нарайна? Это на планетах Вайкунтхи, что ли? А-а-а. Нет. Это что-то холодное, отстраненное от бакты. Так думают жители Вриндавана. С Нарайной не потанцуешь, не пошутишь. Там грандиозность но Несколько подавляет наши чувства. Нарайна. Слишком большой разрыв, мы не можем с ним общаться, как с близким существом. Вот Кришна в Вриндаване, вот это настоящее, они говорят. Самый близкий. И говорится, что Кришна даже себя Богом не называет. Когда Брама убеждается, что перед ним Бог, в образе мальчика-пастушка, он сначала сомневается, что вот это же не Нарайна, это мальчик пастушок с флейтой. И он делает целую лилу, чтобы проверить это все. И когда он проверяет, что на самом деле это Бог, из него столько Нарайна форм исходит, он говорит, ты изначальный Нарайна, и правда перед ним в поклоне Брама творит вселенная, палка перед ним, как золотая палка, в Дандавате сияющая, золотая палка лежит перед ним и молится. Кришна Брама, Кришна говорит, Брама, что ты такое говоришь, какое Нарайна? Я просто сын Нанды, я мальчик-пастушок в Риндаване, какое Нарайна? Ты не в ту сторону клонишься, в другую сторону клонишься, там Нарайна. Брама говорит, ты меня не обманешь теперь, я все увидел только что. Ты повелеваешь всеми Нарайнами, всеми формами вишну, всеми дживами, всеми подвижными и неподвижными, я вижу, что даже соломинки служат тебе, атомы служат тебе, ты изначально Нарайна. Гавин, Дамади, Пурушам, Тамахам, Баджами, Брама, складывает, Брама, Самхита, он говорит, проставляет Господа, вот это его великолепие, где сотни тысяч богин Лакшми удачи, а мы говорим, Гопи, а это и есть богиня удачи. Это и есть изначальная богиня удачи, которой близкий это же из Кришны, кто нигде, никто не знает, что он бог вообще, нет препятствий. Кришна, бог богов, источник бога, говорится, Кришна, так было, а кто же он? Расрадж, безграничная Ананда, так описывается Кришна, все привлекательные, спект, все запевает. Поэтому он говорит об этом, Чилпрупад говорит, что это впечатление не совсем правильно, чтобы рассеять подобные сомнения. Здесь говорится, что даже если человек не освободился от всех греховных последствий, преданное служение Господу Ши и Кришне, очистить его сам по себе, нет необходимости в напряженных усилиях, чтобы освободиться от греховных последствий. Нужно без колебаний принять Кришну как Высшего Спасителя всех живых существ с верой и любовью, следует вручить себя ему. Как человек передается Кришне, описано в на пути веры и любви необходимо всего лишь принять те религиозные принципы, которые в конечном итоге приведут к преданному служению Господу. Если мы что-то делаем, работаем для Кришны, просто работаем, мы в сознании Кришны, мы должны осознавать, что эта работа должна очищать мое сердце. Иначе какой смысл в этой работе? Если работа развивает жадность и желание карьеры, это препятствует. Все, что мы делаем, для очищения должно быть. Если мы вступаем в брак, то же самое. Не для собственного наслаждения, это не должно быть нашим критерием, оценкой брака для того, чтобы удовлетворить Кришну. Мы хотим создать семью, где мы могли бы служить Кришне, Ашрам. Для очищения сердца мы общаемся друг с другом, воспитываем детей. Этот путь очищения передается по преемственности. Мы должны на глазах у всех публично очищать свое сердце. Не скрывать этот процесс. Не то, что я скрываю этот процесс очищения, потому что стесняюсь, что у меня много грехов, люди заметят, что я несовершенный, если я очищаю свое сердце. Я не должен на публике очищать свое сердце, а на публике должен быть гордым, представительным, отставить свое мнение, свое достоинство иметь. Не так ли на публике? Нет. Прямо на публике мы должны учиться просить прощения, когда ошибаемся, не стесняться этого и быть смиренными на публике, не стесняться этого и уметь прощать, чтобы все это видели, что мы можем, что мы это делаем. Это и есть преемственность, когда мы видим примеры такие для подражания, что на самом деле все продвинутые ващнавы должны быть такими простыми, которые на глазах у всех способны очищаться от скверны, и люди будут следовать за ними. Когда Прабхупаду уходил из жизни в арендавании, он созвал всех своих учеников, кто мог приехать. Сказал, теперь я дам последний урок, как нужно умирать, вы же не увидите. Он дал пример, как уйти из этого мира. Созвал всех, приезжайте все, я дам последний урок, вы должны видеть это. Если вы этого не увидите, как вы это сделаете? Кто это из вас должен увидеть хотя бы? И те, кто были там, получили глубочайший, сильнейший урок по жизни. Есть даже видеосъемка, последний урок, я ее практически никогда не смотрю сейчас. Смотрел, может быть, пару раз. А это невероятное это явление, как этот чистый предный покидает этот мир, в каком сознании, как это происходит. Ни тени беспокоятся Дубропады. Совершенно все ясно, уверенно, тихо, умиротворенно, где-то в глубине. Духовные братья приходили, смотрели на него в глаза, Дубропад не мог уже говорить, они смотрели на него в глаза, и говорили, абсолютно ясное сознание, абсолютно ясное сознание. Можно продолжать профессиональную деятельность согласно своему социальному положению, однако в пустую трудится тот, кто, исполняя свои обязанности, не приходит к сознанию Кришны. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству сознания Кришны. Нужно быть уверенным в том, что при всех обстоятельствах Кришна защитит от всех трудностей. Совсем не нужно думать о том, как поддержать свою душу в теле. Кришна позаботится об этом. Нужно всегда считаться беспомощным и видеть в Кришне единственную основу всего прогресса в жизни. Как только человек всерьез отдается преданному служению Господу в полном сознании Кришны, он сразу же освобождается от всей сверной материальной природы. Мне пришло письмо на днях за рубежа. Человек только начал практиковать. Он начал практиковать по интернету, когда в жизни испытал очень большую потерю. Он потерял семью. Несколько месяцев он просто пил и курил. Ничего не мог есть. Потерял 20 с лишним килограмм. И он думал, что жизнь у кончилась. И где-то в интернете он нашел лекцию. Как всегда, Тарсунов-Хакимов. Что-то в этом говорили. Ну, русскоязычное. Послушал несколько лекций. И там говорилось, именно в таком состоянии, когда вы чувствуете себя очень плохо и не знаете, что делать. Говорит, это при меня. И что? Что делать? И там голос говорит, ничего делать не нужно. Говорит, это для меня точно. Я что делать, ничего не могу. Сейчас просто слушайте. И там говорится, о, и он стал слушать лекции. 10, 20, 50. Записывать, слушать, слушать. Потом подумал, пора мавиа не принимать. И стал по утрам, каждое утро мыться, одевать чистую одежду. Ему стало сразу лучше. Потом сразу бросил сигареты и спиртное, говорит. Потом мясо. А все. Шаг за шагом слушал. И это происходило просто. Все происходило. И все это уходило от него. А потом говорится, когда вы начинаете повторять круг мантры, там чудо какое-то произойдет. Интересно. Подумал. Взял четкий и решился. И круг мантры раз и повторил. И чудо произошло какое-то. Это материально. Потом второй круг и еще одно чудо. На четырех кругах мы подарили какую-то машину, о которой мечталось в жизни. И не мог никогда купить. Просто подарок откуда-то свалился много. Он сейчас так поверил в Кришну, знаете. Здесь говорится, что такой опыт все получают новички, верно? Все материальные идут сразу же доказательства, что Кришна есть. Вдруг все ваши желания, вдруг просто как из рога изобилия. Так? Потому что вы нравитесь Кришне. Но если вас Кришна полюбит, о-о-о. Вот это все начинает отнимать потом. Чтобы только к нему привязались. Этот опыт тоже есть у нас. Все начинается именно так. Машину. Пожалуйста. Любой марки. Подарок. Что еще? И тут тебе повезет. Даже когда кликну подъедешь, он откроется перед тобой сам. Кто-то там нажмет кнопку по ошибке. Ну, так или иначе, я устрою для тебя все. И вы думаете, о-о, Кришна теперь на руках будет всю жизнь носить. Верно же? И вот тут начнутся другие уже уроки. Когда вы обретаете именно отношения, выступаете уже в более строгую, в строгую область контроля. И в конце концов, Кришна вас просто отпускает. С рук сбрасывает. Иди сам. И вы сначала... А-а-а-а... Зачем я связался с сознанием Кришны вообще? Вставай, вставай, Кришна говорит. Ты давал обеты. Вставай! Негодяй. Иди пешком. Ленивый. Майя. Майя это делает. Кришна так не поступает. Кришна побуждает. Майя пинает. У них, видимо, договор какой-то есть. Кришна никогда не причиняет беспокойство никому, а вот Майя причиняет. Но она его служанка, так или иначе, видите. И вот такие вещи мы проходим через определенный путь очищения сердца, что мы должны быть слугами, а не лицемерить, что я то не могу, это не хочу, так не буду, с судьбой не согласен, дай мне другую судьбу, Кришна, дай мне настоящего мужа, этого не хочу, и с женой то же самое, зачем мне такая, дай мне другую жену, мне нужна такая, как Радхарани. И мы не понимаем, что мы ничего не заслужили, мы просто милость получали. Мы ничего в Калиюгу не заслужили даже вообще от Кришны. Мы не служили ему никогда толком. Это просто милость Господочитания, что нужно ценить сейчас абсолютно все. Если мы едим Прасад, мы говорим Шарираби Диджал, тело это комок невежества. А чувство всей дороги ведущей в ад. Мы каждый раз должны, каждый раз говорите эту мантру перед принятием Прасады, зерновых, что тело комок невежества. А чувство всей дороги ведущей в ад. И язык самый жадный из них. И чтобы контролировать язык, Кришна посмеялся, дал мне Кришна Прасад. Рада Кришна Гунага, я прославляю Кришну перед тем, как поесть Прасад. Я должен благодарить Его за каждый кусок пищи. Это сознание Кришны. Не так, что давай, Кришна, обеспечивай обедом каждый день, что мне на работу надо, у меня деньги зарабатывать, у меня семья. Кришна говорит, оставь все это, предайся мне. И не думай, как выживать. Все будет необходимо для преданного служения. Излишки тебе не нужны. Не бойся ничего, машуча, не беспокойся. Все у тебя будет. Даже не похудеешь. Человека должен привлекать прекрасный образ Кришны. И имя Кришна означает всепривлекающий. Счастлив тот, кого привлекает Кришна, исполненный красоты. Всесильный, всемогущий. Трансфолисты бывают разных типов. Одни перевержены образу безличного брамана, других привлекает аспект параматмы и так далее. Но высший тип трансфолистов характеризуется устремленностью к личностному аспекту Верховной Личности Бога. Наиболее совершенные трансфолисты, те, кто влечет в себе Верховная Личность Бога, сам Кришна. Иначе говоря, преданное служение Кришне в полном сознании является самой сокровенной частью знания. И в этом суть всей Бхагавадгиты. Тут интересный философский смыл. Сейчас я не буду философию слишком вдаваться. Тут интересный из комментариев. Итак, святое имя Кришны мы сейчас принимаем для очищения. Это также предмет наслаждения. Али Кришна мантра может давать нам трансцендентное блаженство. Таков опыт. Но мы сейчас не должны это для собственного наслаждения делать. Для того, чтобы привлечь себя к Богу душой. Чувства хотят наслаждаться. Это естественно. Но чувства нужно очистить изнутри. Например, если мы потрогаем что-то приятное, я почувствую себя хорошо. Вкусное тоже хорошо. Но это внешнее восприятие. Это такой колоссальный обман. Представьте, я могу получить эту вкусную пищу от врага или негодяя. Или она может даже быть нечистой. Но поскольку она вкусная, язык наслаждается. Мясо это не пища. Это труп. Страшная субстанция для того, чтобы ее есть человеку. Но поскольку имеет вкус, язык соглашается с этим. Это чувства. Но чувства нужно изнутри очистить. То есть, там должно быть сознание в этих чувствах. Осмысление это. Чувства не осмысливают, что делают. То есть, не ведут, что творят вообще. Без разума действуют. Без духовного сознания. Без Кришны. И вот задача воспевания святого имени. Принятие Кришна Прасада. А Духотворить чувство изнутри. Что мы понимали. Если это Прасад Кришны, я это принимаю. Если это потрясающе вкусно, невероятно. Но это не от Кришны. Я это не могу принять. Я это отверждаю. Бабханат Токур говорит. Я не хочу родиться даже Брамой, если он не преданный. Если он не преданный, я не хочу родиться даже Брамой. Но я готов родиться мухой, насекомым. В доме у чистого бреда. Это я принимаю. Я это принимаю. Это связано с Кришной. Итак, если пища не связана с Кришной, поэтому мясо не едим. Рыбу и яйца не едим. Это никак не связано с его желанием. Он не желает этого. Кришна не ест такие вещи. Это другие из формы, так сказать, богов уже другого уровня, которые могут принимать как духи, привидения и так далее. Пхайравакали, что-то такое ужасная форма кали может принимать такие вещи. Кришна не принимает преданный, поэтому отвергает такую пищу, которую Кришна не принимает. Для преданных дает другую совсем. Пищу, лишенную греха. Чистую пищу. И предлагаю Кришне, она становится не просто чистой. Если вы предлагаете какую-то пищу, фрукт, и говорите, шри-вишну, 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 это фрукт становится очищенным от кармы, чистым, но не апразат. Но если вы предлагаете Кришне через Гуру Парампуру авторитетным образом, с любовью и преданностью, это уже не просто чистая пища, это трансцендентная пища, это духовная пища, съедая которую вы сознаёте Кришну, приходит знание к вам. Не просто насыщение желудка, но и наполнение разума. И вот пищу для разума мы принимаем. Принимать прасады это то же самое, что читать Бхагавадгиту и петь хиртан, это то же самое. На абсолютном уровне разницы нет, потому что и там Кришна, и тут Кришна. Вот мы учимся этой практике, что по сути дела не так-то уж и трудно, потому что Кришна во всём может быть, не так уж сложно становится найти его, потому что он повезе и повсюду. Вопрос в другом, как свои чувства и восприятия связать с Кришной, как их изнутри очистить и так творить, и для этого повторяем Харе Кришну маха мантру каждое утро. И именно с этой целью. Не что просто ощутить какой-то экстаз, почувствовать себя хорошо. Не только для этого. А осознать, что эти имена, это и есть Кришна. Тут говорится, он любящий. Вот мне нужно понять вот эту сторону Бога. Как он любит? Что это за любовь? И как мне его любить? Я уже боюсь Бога, так, но как полюбить его? Я уже верю в Бога, но как полюбить его? Вот это очищение сердца, и когда идет соприкосновение двух сердец, говорится, вот тогда мы знаем, что такое любовь, на самом деле. А Кришна объясняет всеми бхагаватам, что мои преданы в моем сердце, а я в сердцах своих преданных. Мы неразрывные, неотъемлемые частицы мои. Лично о них заботятся. Единственная его природа, желание Кришны, это... Кришна, 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 К Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 преданным уровню фанатизма, он может очень плохо общаться с людьми, он может бояться этих людей, потому что он еще сам не защищен от того, чтобы воспринимать их недостатки, подвержен этому всему. Поэтому он довольно колкий, странный выглядит, человек замкнутый, сектантский. Абсолютно каждый через это пройдет. Кто этого избежит? Важно быть под руководством, находиться хорошим. Поэтому мы с сектантами может быть еще очень долгое время в этом смысле, в этом смысле. Как сказал Крешнадас Каверадж, вот он здесь сидит про Харинаму в Москве, как люди оценивают его. Да, конечно, сектанты, но поете красиво. Вот так вот. Есть Харинамы, есть праздники, и люди нравятся это. В то же время они понимают, что мы слишком неуступчивы к материалистам, замкнуты еще. Но это пройдет постепенно. Нет веры, сомнения. Да, постепенно. Есть сильная привязанность к человеку, который является анардхой, так как это не связано с Кришной. Все говорят, что только со временем это пройдет. Но я верю, что Кришна может помочь сразу, быстро избавиться от этой анардхи. Так ли это? Что нужно делать, чтобы отбросить эту привязанность и полностью предаться Кришне? Да, займитесь интенсивной духовной практикой. Интенсивной. Все будет быстрее. В 3-4 раза, в 10 раз может произойти. Я много раз слышал выражение «Не нужно стремиться увидеть Бога, нужно стремиться, чтобы Бог увидел тебя». Что это означает? Как понимать, как применять в отношении с прекрасными божествами? Да, мы говорим, когда сердце очищается и предмет обретает качество духовное, как у Кришны, Кришна начинает смотреть на него сам. Он думает, такой маленький, но такой же, как и я. Очень удивляется. Знаете, как родители смотрят на своих детей? Такой маленький, но моя копия. Очень дорогой мне. Очень похожий на меня. Кришна же всепривлекающий. Он себя тоже привлекает. Нужно ли ученику, получившему первую инициацию, стремиться получить вторую инициацию? Какова цель получения второй инициации? Каждый ученик должен к этому стремиться. Вопрос. Стремитесь к очищению. Если ради этого получать инициацию, это хороший мотив. Может быть, одна проблема с посвящениями. Предный может думать, что дату ему право быть выше других. Это проблема. И он может доминировать над теми, кто не имеет инициации. Или имея вторую инициацию, над теми, кто имеет первую инициацию возвышаться. Это проблема. Ни в коем случае не развивайте такого настроения. Доминировать хоть над кем-то. Даже над собакой или над деревом. Это все извращенное сознание. Даже над муравьем не доминируйте. Служите. Получаете посвящение для служения, для очищения. Это хорошо. Мне не нравится мое настроение в служении. Здесь я очень привязалась к служению. И преданные кажутся мне соперниками и конкурентами. Я не чувствую команду. Что со мной? Как это исправить? Команда, прежде всего, это не те, кто что-то вместе делают. Те, кто вместе могут мыслить, делиться сокровенным, давать дары, принимать дары. Общайтесь, делитесь сокровенным. Это команда. Обсуждайте вместе какие-то вопросы. Вот этот же вопрос. Обсудите в команде, и вы увидите, что будет. Как будет хорошо. Как команда образовывается. Не просто группа работников, а команда, которая на самом деле связана внутренне. Не только внешними какими-то видами служения, но и внутренне связаны. Поэтому в команде можете обсудить любую тему. Если брамачарий снимает шафран и женится, это шаг вперед или шаг назад? Это шаг в сторону, так сказать. Он уступает вместо другим брамачариям, войдет дальше просто. Он приостановился. Это не назад шаг. Нет, не думайте так. Это хотя может выглядеть так, потому что семейная жизнь так выглядит может у кого-то. Особенно у кого нет денег, достаточно. Семейная жизнь кажется такой нечистой, такой угрюмой, неяркой, неинтересной, некрасивой. Денег нет. Так она может в нищете выглядеть. Но это кажется так. Или когда маленькие дети появляются, которые постоянно испражняются вокруг, тоже заходите и думаете, какой тамос вообще. А ведь был такой брамачарий. Но это кажется так. Внешняя энергия так. Такое впечатление создает. А предный тот же самый. Как быть в сознании Кришны уже два года? С соблюдением четырех принципов сложности не так много, как с джапой. Читаю ее постоянно, но не всегда. Даются 16 кругов. 6-8. Обычно в условиях городской, семейной жизни сложно держать садану. Вопрос в том, следует ли прикладывать дополнительные усилия, чтобы выйти на 16 кругов и начать медитировать на посвящении. Или с этим лучше не спешить. Есть разные уровни преданных, разные возможности. Главный момент в том, что прогресс должен быть постепенным. Ненавязчивым прогресс. И попытайтесь почувствовать, что способствует вашему прогрессу. Если четыре круга много для вас, для вашего прогресса, что вы чувствуете, как ум становится возбужденным, перенапряженным, недовлетворенным. Не нужно так много. Повторяйте два круга, один круг. Есть такие преданные, которые долго повторяют один круг, мантры, всего два, и все. Не могут. Но если вы чувствуете, что можете больше, повторяйте больше. Важно обрести вкус к воспеванию. Киртаны еще важнее, чем джапы. Поэтому посещайте киртаны, харинамы, пойте, танцуйте. Это еще важнее. И постепенно вот эти киртаны, они будут увлекать нас во вкус святого имени. И вы не заметите в какой-то момент, что вы постоянно повторяете, напеваете. Вам нравится это, оказывается. Не так уж и трудно. Бывает настрой неправильный. Когда-то в очень давние времена один преданный на севере купил книги. Кто-то распространял преданных. Он купил книги. И ему все понравилось. Он захотел связаться с преданными. И там были телефоны. Он позвонил. И начались отношения. И по телефону кто-то ему сказал, что откажись от мяса, срубедай принципы. Ему тоже понравилось. Скорее, омовение каждое утро нужно холодной водой делать. Ему тоже понравилось. И повторять 16 кругов мантры. Ему тоже это понравилось. Через полгода он снова позвонил и сказал, что можно не под холодным душем 16 кругов повторять. Очень холодно. Только 8 кругов могу и все. Вот так вот преданные понимают, видите. Разные есть преданные. Есть преданные, которые любят аскезы. Они постятся все икадыши сухо. Все явления вишнутат, постятся. Они любят это. Еще налагают для себя какие-то там правила. А есть преданные, которые не любят аскезы. Есть преданные, которые сразу в первый день 16 кругов повторяют. Никогда не прекращают. Я повторял. В течение месяца 16 кругов набрал. Не спешил никуда. Никогда не спешил. Я все проверял. Каждый круг проверял. Нужно ли это мне. И выяснилось, что 16 кругов нисколько мне не мешают, не препятствуют. Очень хорошо. И так я повторяю без срывов. Все это время 16 кругов. Поэтому действуйте согласно своей природе. И люди разные. Что делать, если не получается, не обижаться. Особенно, если обижают. И три восклицательные знака. Сложно не обижать, если вас еще обижают. Потому что, когда не обижают, легче, правда? Но все равно обижаюсь. Но когда обижают, уж вообще невозможно. Например, я обижаюсь, когда не обращают внимания на меня. Так бывает же. Хотя вот никто не обидел, но я обижен. Не посмотрели на меня или прошли мимо как-то. Всегда есть какой-то осадок. А тут еще специально подходят и обижают. И как тут еще не обижаться? Общайтесь. Должны знать друг друга лучше, чтобы не обижаться. Перевожу пример соседки. У нас была соседка когда-то в Алмате. Ниже этажом. Она спала на кухне. Там семья у нее большая. А мы выше. Этажом. Горчандрика, она супруга. Она рано утром идет уже на кухню. Там что-то готовит и гремит посудой. Она же троняет на пол. Ну, кухня. А та прямо там под полом спит на диване. И каждое утро бам-буф. Там кодом включает. Уже раннее утро. И вот она жаловаться начинает. Пришла, стала кричать, стучать в дверь. Вообще сколько можно терпеть. У нее накопилось. В общем, обиженная была сильно. А мы даже не знали, что обижали ее каждое утро. И я говорю, честненька пришла расстроена. Говорит, боже мой, там соседка. У нее накопилось. Крик, скандал получился какой-то. Я говорю, ну так, отнеси. Просад просто. Она пошла. Просад отнесла ей хорошую тарелку. Там все украсила. Пришла, принесла. Там они с ней разговаривались. На час. Пришла довольная. Говорит, поговорили. Нормально. Говорит, соседка на самом деле. Хорошая женщина. Я говорю, тебе тоже понравилось. Все, с тех пор. И кастрюли падают, и стулья скрипят. А, это нормально. Я ее знаю. На нее не обижаюсь. Я ее знаю. Если я знаю, я не обижаюсь. Если я не знаю, я обижаюсь. Нужно лучше знать друг друга. Для этого нужно как-то общаться больше. Раскрываться иногда. Доверять больше друг другу в таких отношениях. Подарки чуть-чуть, какие-то маленькие дарить друг другу. Что тут сложного? Развивайте такие отношения. Интересная жизнь, правда? Когда мы узнаем друг друга больше, с хорошей стороны. Сидели после Весапуджи со старыми вайшнамами. С Прасаду. Горы Прасады. Знаете, Весапуджи. Все старые, предные. И стали обсуждать какие-то лилы. Потрясающе. Все стали говорить. Такие стали рассказать потрясающие вещи. Супер вообще. Мы даже не знали, что такой опыт есть у кого-то еще. И вот когда начинают рассказывать, преднаписывать свои какие-то реализации друг другу. Столько уважения. И мы уже не так обижаемся. Обида значит недоверие. Из недоверия исходит. И сегодня на шереме стекло. Настяем записки идти на завтра. Завтра у нас будет? Шла пропада ки-джай.